Итак, всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть в эквестрию за медведей. Мы несем коммунизм, массы, заводы рабочим, как говорится. И мы теперь победили ченджлингов, готовимся на восток выступать. Надо разобраться с Акистаном, а затем и вот этот вот социалистический союз развалить тоже надо было бы. И для нас это будет не так что и сложно. Наши дивизии просто превосходные, наши рабочие просто работают день и ночь, чтобы эту армию содержать. И все успешно у нас получается, так что поехали, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы начинаем. Теперь наша армия полностью готова. К ресторану мы идем. Если говорить, здесь нету снабжения. Какие же они, как говорится, слабый Сталинград хочет помочь нам, но нет. У них нету, минус 35% просто из воздуха расхода припасов. Сверху еще, конечно, у нас вот эта ротка от Аки 2020. И у нас всего лишь 45% им нужно, чтобы получать себе как бы снабжение. Что невероятно круто. Ну, конечно, эти ребята не способны никак с нами сражаться. Если ченджлинги проиграли, то и эти точно проиграют подобно. Давайте уже сделаем все медведя под нашим светом. В принципе, он лишним не будет. Конечно, прямо сейчас он нам не то, чтобы сильно нужен, но пофиг пригодится. Как бы на будущее. И надо бы, знаете, что нам сделать? Проложить ЖД сюда. Дело в том, что... Тут никак не соединены ЖД. Поэтому мы сделаем сюда ветку и потом уже ее раздвоим. Вот так мы делаем. Но заводов, точнее, фабрик у нас почти нету, к сожалению. Может, кстати, стоит их построить, наверное. Куда-нибудь, после того, как все это ЖД проложим. В принципе, да. Ну, прокладываем, прокладываем. Припасываем проблемы, но я думаю, мы будем справляться. Кстати, генерал Мишка получил уже 9 атаки. Это вам не шутки. А, еще, кстати говоря, мы же тут у нас... Есть вот этот генерал, смотрите-ка. Которого мы еще не поставили. На еще атаку приходных дивизий. Как же, как же больно тем нашим противникам. Просто гигантские потери по отношению к нашим. Мишка получает ранение? Нет! Они задели Мишку. Поотомстим. Срочно перейти в полномасштабное наступление. Мишка должен быть отомщен. Ну и вот капитуляция. Забираем себе, конечно же, все. Тут у нас, напоминаю, как мы коммунисты. У нас здесь освобождены рабочие, что очень солидно нас. Двет сюда ресурсов каких-то. Готовим сюда теперь план войны. Перед этим, конечно, нам нужно здесь проложить, черт возьми, ЖД. Потому что, к сожалению... Кстати, в теории нам вот это ЖД не нужно. По той простой причине, что вот отсюда у нас по речке может сюда снабжение идти. Ну, посмотрим. А еще мы докачали полностью наземную докторину, что еще даст нам кучу бафов. Прекрасно. Ну и вот, как я и говорил, снабжение начинает приходить в себя. Да, здесь и правда по морю. Ну, по речке идет снабжение. Хотя, конечно, я предпочел бы еще иметь и ЖД. Особенно вот с такими, наверное... Странно, почему сюда не может идти по речке. Хотя как будто бы должно. Все равно самое главное здесь вот сделать ЖД. И это мы, в принципе, сделали. Что могу сказать? Готовим. КБ уже. Мы почти что готовы наступать. Но здесь есть дивизии. Здесь тоже есть. Со снабжением мы провели. Здесь со снабжением вроде и так все. Ну, достаточно нормально. Еще мы отрезуем. И вообще будет отлично у них. И также начинаю выкачивать себе танки. Чтобы, возможно, добавить сюда огнеметные танки. Вместо, не знаю. Какой-нибудь может артиллерии. И да, кстати говоря, у нас действительно по фабрикам чуть-чуть все улучшилось. Потому что мы подзахватили себе одного. Хотя ТНП у нас очень много из-за наших разных духов. А еще, я думаю, пришла пора исследовать атомные исследования. Потому что атомные бомбы-то подходят. И у нас будет бафчик вот этот вот на исследование атомных технологий. Что мы как раз и потратим, я думаю, в следующие две техи. Как говорится, коммунистический медведь с ядерными бомбами. Что могло пойти не так? Так, еще я решил немножко изменить у нас шаблон гарнизонов. Чтобы поменьше тратить пехотки. И на самом деле, в идеале, бы его прям подзаполнить. Потому что, как видите, это все снижает и снижает у нас дополнительно расходы. И, наверное, я так и сделаю. К сожалению, кавалерии в этом моде привычного понимания нет. Тут у нас и так все пони. Так что, вот так. Ну, пока что не так много. Но, как будет накапливаться, будем добавлять. И дополнительно экономить. Плюс у нас еще военная полиция подкачивается. Это нам позволяет сэкономить вот эти вот винтовки как раз таки. Противопихотное снаряжение. И у нас появляются свободные военные заводы, которые мы наконец-таки можем отправить на самолеты. И у нас особых бафов нету. Но у нас, в принципе, очень огромное производство вот отсюда бафов, отсюда от технологии бафов. И я бы, конечно, вот это сократил. Но у нас политки нету. И прирост очень маленький. Так что я не буду тратить политку на то, чтобы вот так вот снизить. Хотя здесь 20% и это немало. Вообще, на кем-то это грустно. А мы делаем багровая пена эквуса. Это даст нам еще защиту. И защиту на национальной территории. В общем-то, если нас загонят, так сказать, в угол, вот сюда, нас оттуда уже не выбить. Конечно, кроме авиации. Авиации плевать, какая у вас там что. Авиация просто уничтожает. Итак, вот так вот мы делаем. Еще больше экономим. Я теперь думаю, давайте эту пехоту нам сэкономят. Но можно еще попробовать добавить панцербьерна. В теории добавить нам брони. И, наверное, сократит расходы немножко по содержанию именно. Но я еще подумаю. Так, все, что я хотел, я обучил. Ну, добавляем сюда чисто на запас. Ну, пускай. Блинку готовят. Господи, какой я производил. 70 брони делают в день. С-35 винтовок просто за 5 завоеннозаводов. Конечно, лейтгейм промышленность нашей страны просто поражает. Тут есть еще медалька на минус 15 разводоприпасов. С образом, у меня вот столько настакано. Круто. Круто обучаются последние три дивизии. И мы начинаем. Оп, все готово. Объявить войну. И, как я ждал, в принципе, нас атакуют они сами. И мы готовы постоять будем немножко в обороне. Смотрите, они еще в форс-атаку нажимают. Господи. Вы же все погибнете. Смотрите, что здесь происходит. Вот этот, кстати говоря, может перейти в атаку сам. В принципе, тут проблем особо с этим нет. Ну, глупцы, зачем? Вы же все погибнете. Они, так сказать, говоря, выбивают с форс-атакой. Но потери просто, ну, неописуемые. Ну, у нас просто дивизии слишком маловато на эту провинцию. Тут еще, да, обучаются скоро. Но пока что вот так. И пока что я не против постоять чуть-чуть в обороне. Только давайте-ка выйдем вот отсюда, чтобы случайно нас здесь не окружили. Но в целом, очень много они на это тратят. Прям бездумные числа. И дивизию все-таки окружили. Блин, не повезло, не фартануло. И из-за этого у нас огромные потери. Потому что одна дивизия у нас это мало людей. И авианосцы я по сегодняшню начинаю следовать. Это на будущее. Вторую дивизию все-таки окружили. Господи. Танки реально успевают перегнать наши дивизии при отступлении по ходу. Вообще не так работает. Но в целом, в целом, я думаю, они должны загружаться. И глотнуть очень быстро. Но еще мы в туза очень неплохо так заходим. Дизии тоже допучают. Скоро станет намного приятнее. Здесь пока что нас на фронте очень жестко по количеству, конечно, обгоняют. Миллион против. Ну да, в два раза буквально, можно сказать. А вот и мы обрезаем их в тузе. Не прикрыли они свой туз. Вот результат, ребята. Не забывайте. В войне обязательно надо прикрывать свои туза. И не только на войне, как говорится. Да, а вот и успешных окружаем. Здесь некоторые проблемы. Слишком мало наших дивизий все еще. Проблема как бы актуальна. Ну, сейчас этот пакет закроем и станет намного-намного приятнее. Здесь тоже мы можем их атаковать. У них здесь тоже проблемы с снабжением. Они ушли очень далеко, растянулись. И тут тоже... В общем-то, переход на наступление. И вот, новая армия готова. Отправляем. Идет уже на фронт. Под командованием стронг боя. И последнее отправим уже под командованием. Тут остается лишь... Перклиот из Пустошей. Ну да. Ну и мы нажимаем стрелочку уже и на мишке. Вот так мы смогли очень неплохо развернуть их наступление. В наше наступление перевернуть. И так. Их ресурсы очень быстро сокращаются. Они, конечно, еще неплохо, я думаю, подскратились во время войны с Ченчелингами. Хотя, вот, наверное, у Новой Грифонии не особо. Но у Саленграда они уже на обязательной службе. И там не так много людей. Думаю, мы их сможем выбить достаточно быстро. А еще я хочу попробовать... Вот здесь вот отрезать все возможные открытия. Прикрепление Сталинграда. Скорее всего, у них здесь войска какие-то снабжаются. В общем-то... Вот так как можно быстрее пробиться на юг. И захлопнуть здесь так называемую ловушку-джекерушку. И вроде как достаточно успешно все у нас с этим получается. Мы даже можем уже переходить на сам Сталинград. Но, конечно, я хотел бы сначала добить здесь все. Иначе будет как-то некомфортно тут растягивать фронт. То есть, говоря, это только вот такой вот небольшой перешейк здесь для нашего снабжения. Ну, что-то здесь есть. В принципе, самое главное тут есть. И включаем третью агрессивность. Можем просто сейчас здесь все перемолоть с самого конца. Потери... Летают в самый-самый космос, который только мог быть. А еще я решил подзаграть побольше. И видите, поэтому мы здесь тоже увеличиваем наше производство. Нам нужно целиться на цифры побольше. Потому что войне с Эквестрией, того, что у нас сейчас есть, вряд ли хватит. Может, просто в защите это стоит, да. Но развивать наступление было бы слишком тяжело. Нужно увеличивать армию. Добиваем мы Новогрифонию. И оставшиеся здесь Сталинградские войска какие-то. На острове Овсянки. Или еще здесь ребята. Так, давайте-ка вот так сделаем, чтобы нападение было правильным, да. Как вы можете видеть, мы еще тут авианосцы подкачиваем очень уверенно. Я думаю, вот где-то на этих мы их начнем строить. На всякий случай. Хотя, может, мы когда их не начнем строить, потому что все уже успеем захватить. Посмотрим. И вот наши коммунистические медвежьи войска. Заходят до последних городов. Территорий Сталинграда. Потеряли они 1 миллион пони. Потеря огромная. Но лишь так можно достичь настоящего коммунизма. Видно. Очевидно, под нашим представителем Айсбергом. Лишь его видение правильное. В Сталинграде с этим не были согласны. И мы заставили их передумать. И вот они пали. И мы отомстили Сталинграду за то, что они забирали у нас часть нашей победы от Чейджингов. Вторая выбираем мы, конечно же, их флот еще. И. Вуаля. Можем объединить теперь эти флоты. Господи. Наш флот теперь реально солидный. А теперь везем его куда-то вот сюда, наверное. Потому что, скорее всего, мы будем им действовать уже здесь. Хотя, вообще, это не точно. Наверное, лучше здесь. Теперь надо определить, куда наш армия. Во-первых, всем нужно будет дотренироваться. А во-вторых, предстоит нам тут очень жестокий бой. Здесь. Здесь. Здесь, так сказать, фронт. Здесь фронт. Здесь. Такой вот. Здесь два фронта даже. Может, он здесь не соединен. И еще небольшие части эквестрии имеются в тузах у нас. Ими тоже надо будет разобраться. Обязательно. Наверное, всю эту армию я просто отправлю вот. Вот образом сюда куда-то. Еще надо не забывать. Вот сюда тоже надо будет этим ребятам передать территорию. Передать территорию. Нет. Углем нет. Эквестрии нет. Оленья. Да. Отлично. Теперь у оленья появилась хоть какая-то промышленность обратно. Нормально. Ну что, нам теперь предстоит всю эту армию построить. Она будет у нас здесь, на востоке. Конечно, есть еще вообще план капкан, как говорится. Отойти вот сюда просто. Дать им как-то соединить эти фронты. И вот отсюда уже наступать на юг. И отсюда тоже здесь. То есть как бы не спешить здесь наступать, а здесь как-то выровнять фронт. И потом уже, когда будет вот такой какой-то фронт, здесь их соединить тоже. И как-то уже единым фронтом наступать. Посмотрим. Еще подумаем. Я точно знаю, что нам нужно намного больше винтовок и намного больше панзербьернов, как и в принципе всякого вот этого дополнительного заряжения. И мы также выстраиваем авиацию. Авиация нам поможет, хоть и ее в войне будет не так много. Но штурмовиков у нас все еще нету. Нам нужно очень много истребителей настроить, потому что здесь огромный, так сказать, аэродром. У них всяких самолетов. У нас же пока слабенько. А зато мы можем сделать вот эти вот фокусы. Теперь события на фронтире. Если смогут снять нас, мы сможем, кстати говоря, интегрировать территорию в один момент. Это прекрасно. И учитывая, сколько нам еще нужно будет зарубьернов, я решаю, что стоит добавить сюда просто касочку. Опять-таки, у нас экономит нам совсем пыль. Но, как бы, копейка рубль пережет. Потихоньку, потихоньку мы где-то будем оккупировать побольше, будем экономить побольше. Еще я думаю, что пора вот здесь вот полностью мобилизовать. Материзовать, точнее, я бы сказал, всю армию. Ибо время настало, у нас хватает на это промышленности. Стоит уже не думать о снабжении ручной. Потому что здесь вот на востоке я все ручную делал. Итак, на фронтире. Поделаем множество тигрей фронтира. У нас представитель айсберг. Айсберг? Айсберг. Господи, я всегда его называл айсбергом. Надеюсь, все меня не внесут в списке. Теперь это наши новые дома. Верно. Можем изменять, как хотим. Да. Они были построены для грифона. Ха-ха. Выберите жилища. Будущее полярья ждет нас. Плюс 25 тысяч людей. А точнее пони. Это нам надо. И теперь отселить новые земли. Поехали. Если говоря, даст нам еще подчинение, что приятно. Айсберг я вот здесь бы сменил на бабулю медведь. Потому что она увеличивает прирост подчинения на 0,05. Это не мало. Это очень много, я бы сказал. Это нам позволит намного быстрее насобирать здесь подчинение. И мы можем либо покончить с империалистическим злом, либо... Ну, наши грифоны, друзья, это если они субъект наш. Нет, мы покончим, конечно же, с империалистическим злом. Мишка, кстати говоря, получил уже 10 атаки. Да, наш, конечно, Мишка суперсильный генерал. И получаем у себя нового генерала. Я сделаю его из офицера. И, господи, посмотрите на эти статы. То есть это второй только уровень. Еще многообещающий. Еще артиллерийская обслуга. Мне интересно, это у всех так будет медведей или нет? В любом случае, давайте пока что их сюда. Дальше посмотрим. Нам точно надо будет здесь выбивать эквестрию. Как там, что дальше? Это, как говоря, пока неизвестно. И смотрите, как мэнпавера прибавило. Видимо, что-то где-то поднялось подчинение. Что-то мобилизовалось. В общем-то, что растет солидно. А еще гражданский. Видите, у нас призывники 10 тысяч еще растет в месяц. Это потому, что у нас очень много бафов на прирост населения есть. И, в принципе, военно-без населения уже почти 30%. И, кстати, вот они наши бонусы к атомным исследованиям. Еще один генерал. И еще один отличный генерал с отличными статами. И блестящий стартек еще. Супер. От этого уже, наверное, куда-то сюда. Первый поворот. Когда в талон Айсбера прибыл на улицу Висландии, рот наступил полдень. Под северными небесами? Что? Под северными. Странное слово. Очень странное предложение. Там фанатик. Прессорь в тысячах фанатиков председателя. Ага, ага. Был сторонником. Полдого медведя среди фанатична была своей цели. Он добьется, несмотря на это что. Это был месяц и бесердечный отброшенный с традицией. Парк, который дали его лучшему другу заслуженный титул Сава Медведя. Умерялся добиться справедливости. Медведи знал, чтобы после этого не увидеть больше ни одного дня. Ни одного рассвета. Я, наверное, вид, наконец достиг ограждения от Крытуара, кто хотелось одного яростного удара. Я еще поднял свой бротянок и выстрелил. Великий вождь? Нет. Ну нет, они убили Айсбера. Итак, птица не вышла. Мы убедились в этом. Теперь у нас представитель Сноубер. Это, я так понимаю, ее дочь? Да, молодая медведица. Она обхитрила убийц и прикончила их собственными лапами. Намерен сохранить город на сайте своего отца. Есть новые фокусы? Да, есть. Ну-ка. Привести партию в форму. Тут мужики в арме. Тут только медведи в арме. Давайте на этом, наверное, позакончим эту серию. В следующем мы уже доготовим нашу армию. Тут у нас грандиозные наполеоновские планы. Точнее, можно сказать, Сноуберские планы по олене справедливости на нашем континенте. Доделаем мы армию для Восточного фронта. Западный уже готов. После чего восстановим, как я уже говорил, справедливость. Освободим пони от нёта капитализма. Это был TopGay. Обязательно не забывайте подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайк, комментарий. Подписывайтесь на эскорт. Не забудьте. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok